Всем привет! Вы на канале Чаплин Коллектор и давно у нас с вами не было чупа-чупсов. На самом деле эта коллекция вышла достаточно давно и первые анонсы про нее появились, по-моему, даже в августе. Но в магазине она появлялась достаточно редко и мало куда ее завозили. Сейчас она стала продаваться во многих магазинах, в том числе и в фикс-прайсе, где я их с удовольствием и купила по хорошей цене 69 рублей или 65 рублей. Мне цена понравилась, коллекция тоже мне показалась интересная, хоть здесь и не фигурки, а, ну, вы увидите чуть позже, что там, точнее сейчас на коробке я вам покажу нарисовано. Сравним эту коллекцию также с прилипалами динозавров из пятерочки. У меня тоже есть несколько штучек. Сравним, какие сюрпризы лучшие из пятерочки или из чупа-чупса. Ну и, конечно же, коллекция называется «Мир юрского периода». И даже прибежал Терекс из киндер-сюрприза большого, чтобы посмотреть на своих сородичей. Отодвинем пока Терекса и будем рассматривать коробочку из-под чупа-чупсов. Здесь есть логотип «Юрасик Волт», шоколадный шар с игрушкой «Чупа-чупс», молочный шоколад и, собственно, Терекс также выглядывает из шарика. Сбоку у нас нарисован Терекс, кадр из фильма. Собери всю коллекцию «Юниверсал», «Чупа-чупс». Маркировка у меня совсем другая, не обращайте внимания, будем на шариках отдельно ее смотреть. Ну и, конечно же, коллекция. Собери всю серию. И здесь у нас 12 игрушек. Обратите внимание, что некоторые динозавры у нас идут парочками. То есть, один и тот же динозавр просто в разных позах. Я так понимаю, что это Блю, это Терекс, это Трицератопс, это какое-то травоядное в одном экземпляре. Это Мазазавр, их тоже двое. Это я не поняла кто. И это я тоже не поняла кто. На вкладыше, к сожалению, не будет описания, но, может быть, когда мы их увидим вживую, мы поймем, что это за динозавр. Это, как вы поняли, насадки на карандаш. То есть, если в пятерочке у нас были присоски, то здесь это будут насадки на карандаш. Надеюсь, по качеству они меня не разочаруют и будут достаточно плотненькими, упругими. Потому что у присосок из пятерочки есть даже пластиковые детали, что меня очень удивило. Поэтому мне эти прилипалы понравились больше, чем обычно. Я взвесила все шарики. Может быть, это вам как-то поможет. Но вес у них достаточно похожий. Давайте посмотрим на первое яйцо, на первый сюрприз. Давайте так скажем. Логотип Чупа-Чупса, как обычно. И вот такой вот Тирекс, такой же, как нарисован на коробке. Логотип Юрасик Волт. Ну и сам шарик у нас желтый на штрих-коде. В этот раз никто не сидит. Маркировка 8-12-2022. Кстати, это может быть... Нет, это не совпадает с коробкой. На коробке 5-е написано. Коробку, как я и сказала, взяла в другом магазине, потому что в фикс-прайсе коробочек не было. Ну, давайте попробуем открыть. Фольгу я, наверное, оставлю. Ну, мне понравилось собирать фольгу от Чупа-Чупса. Так, ладно. И от коробочек, кстати, я вырезаю чек-листы. Мне тоже это нравится. Давайте откроем первый шарик. Посмотрим, кто нам попадется. Так. Очень не хочется пачкать перчатки, но придется. Нам попадается мозазавр, потому что капсула прозрачная, видно. И, судя по звуку, игрушка пластиковая должна быть. Но мы это сейчас, конечно же, проверим. Да, она пластиковая. Это здорово. И выглядят они достаточно качественно. Возьмем вкладыш. Тут какой-то штрих-код. Присоединяйтесь. Чупа-Чупс. Чокол Боллс. Ну, видимо, сайт. Можно отсканировать. Кстати, надо сходить. Может быть, там есть какая-то информация интересная. И вот так вот выглядят все наши фигурки. Мы их уже видели на коробке. Единственное, что вот двое у нас не парные, получается. Остальные все парами. Ну, и вот тут вот логотип Юрасик Волт. Никакие динозавры здесь не подписаны. То есть, ни имен, ни пород у нас тут нет. Ну, и с обратной стороны ничего интересного. Давайте смотреть на мозазавра. Он пластиковый. Основание у него, видите, с отверстием. Сюда можно вставить карандашик. Так, карандашик я, кстати, не подготовила. Ну, ладно. Здесь есть маркировочка. Написано Юниверсу. Сам динозаврик у нас двухцветный. Мозазаврик, точнее. И также у него нарисованы глазки. Ну, симпатичные, мне кажется. Есть пловнички. И в отличие от прилипал из Дикси, у него нет резиновых деталей. Давайте сравним. У меня как раз-таки есть мозазавр из Дикси. Поглядим, как они отличаются по размеру и какой вам больше понравится. Поставила я рядом двух мозазавров. И знаете, какое у меня впечатление сложилось? Что мозазавр из Пятерочки даже круче мозазавра из Чупа-Чупса. И обратите внимание, что у этого мозазавра из Пятерочки, у него серая часть резиновая, а синяя часть пластиковая. Из-за этого он круто смотрится. К сожалению, в этой коллекции не все такие игрушки. То есть, у меня, например, тут еще два, которые тоже с пластиковыми деталями. А вот остальные четыре, но у меня есть не все, конечно же, они полностью резиновые. Это мне не нравится. А вот трое, которые с пластиковыми деталями, по-моему, шикарные. Ну и в сравнении с Чупа-Чупсом выглядят они следующим образом. Конечно, у Чупа-Чупса другой функционал. Поэтому я считаю, что эта коллекция достаточно разная. И у Чупа-Чупса есть бонус в том, что они целиком пластиковые. Ну а в целом и динозавры из Пятерочки смотрятся очень круто. Пишите в комментариях, какой вам больше нравится. Я из Чупа-Чупса, конечно, хочу всех собрать. А вот прилипалы, ну вот если только, которые с пластиковыми деталями, я бы всех-то собрала. Если есть еще какие-то в коллекции, то напишите мне. Я попозже покажу всех. Хотя, ну, наверное, давайте всех сразу покажу. Потому что, по-моему, их больше сравнивает Таинески. Вот такой вот у меня синий, голубой, точнее, да. Синий это мозазавр. Ай, не хочет присасываться. И вот такой вот еще есть фиолетовый с хохолком. Они с пластиковыми деталями. Все остальные полностью резиновые. И не так интересно. Даже Трицератопсы сделали полностью резиновую. Это не прикольно. Ладно, с этим потом разберемся. Давайте приступать дальше к распаковке Чупа-Чупсов. Берем второй шарик. Они все достаточно звонкие. Так, это, кстати, восьмое, двенадцатое. Потому что я в разных магазинах их брала. Точнее, за два подхода просто. Но, возможно, они и из разных палеток окажутся. Потому что в фикс-прайсе они обычно россыпью. О, нам попался Трицератопс. Один из моих любимых динозавров. Ну, вкладыш мы уже не будем смотреть. Давайте смотреть на фигурку. И она такая забавная. Он такой маленький. Я думала, он будет больше. То есть, если мы сравним с мозазавром, то, мне кажется, у мозазавра голова в два раза больше. И глазки не такие детализированные, как у мозазавра. То есть, он тоже целиком пластиковый. И на этот раз цвет пластика всего один. То есть, есть прокрашенные детали. Это рожки и глазки. А все остальное целиком серые. У меня есть также Трицератопс из Прилипал. Он не такой крутой, как мозазавр. Но, мне кажется, все равно лучше, чем этот. Но этот выигрывает тем, что он пластиковый. Ставим Трицератопса из Чупа Чупса. И возьмем Трицератопса из Пятерочки. Вот. По детализации, конечно, он намного круче. И по форме. Здесь прокрашенная деталь, но она тоже резиновая вроде как. Да, она тоже резиновая. Но вот если бы он был пластиковый, вот с какими-то пластиковыми элементами, было бы здорово. И выглядел он, конечно же, круче, чем из Чупа Чупса. Но, с другой стороны, для карандаша подойдет и такой. То есть, если вы наденете его на карандашик и будете писать, делать уроки, то, мне кажется, тоже будет выглядеть прикольно. В общем, Трицератопс мне понравился меньше, чем Мазазавра из Чупа Чупса. Но я бы не сказала, что он ужасный. Просто он хуже по форме, чем Трицератопс из Пятерочки. Пока наша коллекция совсем маленькая, но мы продолжим и открывать будем следующий. Кто же нас ждет в третьем шарике? Кстати, было бы здорово, если бы нам хотя бы каждый динозавр попался по одному. 15 ноября. Вообще разные маркировки у шариков. Ну да ладно. Открываем. О, новый! Здорово! И такой он маленький, еще мельче, чем Трицератопс. Это какой-то, наверное, гибрид. Я вот не разбираюсь уже в этих вот динозаврах непопулярных. Напишите в комментариях, если знаете, что это за порода. Он совсем малыш, очень крохотулечный, но зато он трехцветный. Что, конечно же, идет ему в плюс. И, кстати, у него так же, как у киндер-сюрприза, у Трицератопса, такое ощущение, что у него во рту яблоко. То есть, ротик так прокрашен забавно, что как будто он открыт и что-то во рту держит. Но, на самом деле, там есть полосочка. Сверху выглядит таким вот образом. Прорисованы черные глазки, спинка и также отверстие для карандаша. Давайте сравним их все три по размеру. По-моему, а, может быть, у меня такой и есть. Да, у меня такой есть даже из пятерочки. Смотрите, насколько он больше. Но, конечно же, тут нет пластиковых деталей. Он полупрозрачный, с блестками. Поэтому из Чупа-Чупса в этот раз выигрывает. Давайте поставлю, чтобы вы понимали размер. Может быть, так лучше можно будет разглядеть детализацию. Вот такой вот маленький динозаврик. И вот такой вот он большой. Из пятерочки. Ну, и если сравнить с Трицератопсом, то он, мне кажется, еще меньше. Ну, в смысле, этот динозавр меньше Трицератопса. Но повыше немножечко. Пока она попадается, все разные. Здорово. Ну, в общем, вот этот мне нравится больше, чем Трицератопс. Из-за раскраски, скорее всего. И личико у Трицератопса, конечно, хочется более детализированное. А здесь вроде бы нормально. Продолжаем. Четвертый шарик. Ставки какие у вас? Сколько мы динозавров разных сегодня соберем? У нас 18 шариков. А в коллекции... Так, это 8 декабря. А в коллекции 12 фигурок. И... О, нам попался Блю! Опять не повторка. Четвертый разный у нас уже получается. Блю, мне кажется, получше по детализации. Ближе к мазозавру. Ну, по крайней мере, глаза. Но сама фигурка тоже маленькая. Вот так вот он выглядит. У него есть фирменные полосочки. У него открытая пасть. И даже прокрашен язычок. Здорово. Классные глаза. Мне вот Блю очень нравится, конечно. Хорошенький такой. По-моему, Блю из пятерочки у меня нет. Да, у меня два Терекса. Да, Блю у меня, к сожалению, нет. Но ничего страшного. Я думаю, что вы относительно пропорции уже все поняли. Я такой хороший, я прям не могу. Мне нравится то, что у него открытая пасть. Единственное, что вот зубы не прокрашены. Также на постаменте. При желании, наверное, можно отпилить его. Но выглядит это на самом деле хорошо. То есть, как будто он просто стоит на подставке. Такой на постаменте. Стилизованная, хорошая. И абсолютно не портит фигурку. Так что, можно было сделать их чуть-чуть побольше. Чуть-чуть по детализированию. Но функционал, как насадка на карандаш, меня вполне устраивает. Пока идем отлично. Без повторов. Продолжим. Дата следующего шарика. 8-ое, 12-ое. Открываем. И так, это, по-моему, мозазавр. И, по-моему, повторный. К сожалению, да. Потому что неповторный должен быть с открытой пастью. Да, это повторка первая наша. Вот так вот она выглядит. Потом поставим вторым рядом. И продолжим. Дата 8-ое, 12-ое тоже. Возможно, у меня основная часть как раз таки 8-го, 12-го. И хоть бы новый, хоть бы новый. Да, новый. Это опять мозазавр, но с открытой пастью. Здорово. Всех мозазавров мы уже с вами собрали. Всех двух. Сейчас мы их, конечно же, сравним. Вот с открытой пастью мне нравится больше. Потому что у них есть дополнительная изюминка. Это прокрашенный язык. Такие вот глазки. Очень симпатичный. Вот эти вот его чешуйки на спинке есть. Плавнички. Ну и все остальное тоже самое, как у предыдущего. Давайте поставим их рядышком, сравним. Таким образом они выглядят сразу два. Ну, конечно же, второй интереснее. Прям в разы интереснее. И мне кажется, он немножко поменьше. Мне кажется, голова у него немножко меньше. Но, возможно, это какой-то оптический обман. И на самом деле это не так. Пишите в комментариях, какой вам больше нравится. Мне вот с открытой пастью намного больше нравится. Я чувствую, во всех парах мне будет нравиться с открытой пастью. Еще три шарика, и у нас закончится первая палетка. Но пока у нас хороший улов. Это меня радует. И восьмое, двенадцатое. Открываем. Так, что-то зелененькое. Ааа, новый! Мне кажется, вот это вот травоядное какое-то. С длинной шеей. Как их зовут, я не знаю. Не запомнила до сих пор. Но выглядит он очень забавно. Напоминает какого-то динозаврика из детского мультика. Такой хорошенький, смешной, но абсолютно скучный. Из-за того, что у него прокрашены только глазки. Больше всего мне пока понравился Блю. И вот этот вот неизвестный мне динозавр. Напишите в комментариях, как он называется. И вот этот вот, ну, такой. Как Трицератопс. Точно такой же по скучности и по детализации. Такого у меня также нет из пятерочки. Ну и тут даже рассказывать нечего. Потому что тут все предельно понятно и предельно просто. Все вместе они пока смотрятся вот так вот. Я специально подобрала сегодня зеленый фон. На фоне природы как будто бы. Ну и давайте продолжать. Сколько у нас уже получилось? У нас уже ровно половина коллекции. То есть 6 динозавров. Есть ли у нас шансы сегодня собрать всю коллекцию или нет? Давайте проверять. Кстати, дату я не посмотрела. Но я думаю, что тоже. Да, 8 число. И по-моему нам попался Терекс. У-у-у, да, нам попался Терекс. Классно. Которые с закрытым ртом. А, нет, с открытой пастью. Классно. Какой он удивленный. Смотрите, у него глаза, по-моему, немножко на лоб полезли. И вид у него очень добрый. То есть такой какой-то из того же мультика, что и длина шеи. Очень добрый динозаврик. По-моему, по какому-то детскому каналу шел мультик про динозавриков. Вот что-то из этой серии. Либо напоминает еще турбозавров немножко. Язык прокрашен. Розовенький. И нарисованы глазки. Причем глазки нарисованы достаточно интересно. Они, наверное, должны быть типа кровожадные. Но совсем он не кровожадный получился. Очень добренький. Тирекс. Также с отверстием для карандашика. И тоже как будто бы стоит на постаменте. Давайте сравним его с Блю. Точно таким же открытым ртом. Блю немножко поменьше. Хотя, как вы помните, в фильме он был намного меньше, чем тиранозавр Рекс. Но вместе смотрятся, конечно же, достаточно впечатляюще. И когда вот они вместе с Блю находятся, то Тирекс тоже стал каким-то кровожадным. Вам так не показалось? Как будто бы он немножко видоизменился. Ну и вместе они, конечно, смотрятся намного лучше. Последний чупа-чупс из первой палетки. Что он нам подарит? Восьмое число. И так, это какой-то Блю, скорее всего, повторный. Да. Это повторный Блю. Вот он. Да, точно такой же. Блю второй должен быть с закрытой пастью. Вторая повторка. И мы убираем с вами первую палетку. И приступаем ко второй. Сколько нам осталось? Пять динозавров найти. Пока у нас есть все шансы на это. Восьмое число. И попадись новый. Так, по-моему, там Тирекс. Нет, это не Тирекс. Это вот этот вот с загривком, который. Повторка тоже, в общем. Да. Еще одна повторка. Собираем постепенно вторую коллекцию. Следующий шарик. От восьмого числа тоже. И вот это новый. Причем это какой-то новый вид. Их тоже два. Но нам такой еще не попадался. Ой, какой хорошенький. Мне кажется, он тоже травоядный. И мне он тоже нравится. Он симпатично сделан. Вот этот, конечно, его кребешок на спине очень симпатично смотрится. Вот эти вот пластины костяные. И такой клювик у него забавный. Хорошенький. Такой еще он изогнут в сторону. Из-за этого смотрится достаточно выигрышно. Цвет тоже красивый. Болотный. Вот этот, который длинно шеи, он другого цвета. Вот так вот они отличаются. Болотный намного симпатичнее и намного реалистичнее выглядит. Такого динозавра от пятерочки у меня также нет. И вот он отправляется, наверное, в категорию моих любимчиков. Вместе с Блю, вместе с тем, который нам в предыдущий попался. И вот этот вот. Не стегозавр ли он называется? Но могу путать. В любом случае, я рада, что нам попался новый. И, по-моему, нам попались все виды динозавров. То есть, нам осталось найти только как бы доп-фигурки. Те же динозавры, но в других позах. Нам еще не попался с вами второй Терекс, второй Блю, второй Трицератопс, второй вот этот вот стегозавр. Пускай он будет. И все, потому что второй мазозавр у нас уже есть. Следующий шарик. Открываем. Так, попадись новый. Хочу... Кого я хочу? Я хочу второго вот этого вот стегозавра. Так, нам попался второй Рекс. Классно тоже, супер. Главное, что новая фигурка. Да, и у него видны зубы, несмотря на то, что паста у него закрытая. И тоже он выглядит достаточно симпатично. Смотрите, у него нарисованы зубки. Прикольно. Мне он нравится тоже. Такие же кровожадные глазки. Вот теперь я вижу, что они кровожадные. Когда он мне только попался, он мне казался таким добрячком. Забавно. Давайте поставим их вместе. И, кстати, у меня есть Рекс из пятерочки. Так что я вам тоже его сейчас покажу. Тот самый Рекс, которого мы только что вытащили, сравниваем сначала с пятерочкой. Он по детализации тоже лучше. Голова у него, конечно, огромная. Немножко он буцефал. Но при этом прокраска у Чупа-Чупса лучше. А вот детализация молда, наверное, все-таки лучше у пятерочки. Ну и давайте поставим сюда с открытой пастью Терекса. Теперь у нас целый комплект из трех штук. И, наверное, даже который с прокрашенными зубами выглядит интереснее. Потому что сложно было зубы прокрасить. Было бы вообще офигенно. Но зубы они почему-то не прокрасили. Какой вам больше нравится? Из пятерочки с открытой пастью или с закрытой. Мой фаворит, как ни странно, центральный. Я убрала повторки, чтобы не путаться. У нас сейчас с вами собрано 9 фигурок. И осталось найти всего троих. Шесть шариков. То есть шесть попыток. Скрестите за меня пальчики, чтобы у меня все получилось. Так, ай. Так, это стегозавр. Но какой стегозавр, я пока не поняла. Возможно, это повторка. Так, он должен быть не изогнутый, а прямой. О, это новый. Классно. Нам попался второй стегозавр. То есть он без открытой пасти, потому что он травоядный, а не хищник. Поэтому им не принято, наверное, открытую пасть делать. Но у него немножко другая поза. Сейчас я поставлю их рядышком, чтобы вы поняли, в чем отличие. Вот как они выглядят вместе. То есть поза у них немножко отличается. Наклон хвостика, поворот морды отличается. Но в остальном то же самое. То есть ножки стоят одинаково. Гребень одинаковый. Как будто бы он немножко шарнирный. Ему повернули голову и повернули хвостик. Есть такое ощущение. Ну а пасть совсем закрытая в обеих случаях. Вот так вот они стоят на промо-фотографии. Ничего не понятно. У меня они еще немножко сверху, а там вообще прямо. Так что там как будто у них реческа такая в виде ракеза. И еще вот здесь он похож немножко на гиену. Продолжаем. Что нам попадется дальше? Неужели мне повезет? Я соберу всю коллекцию. Я уже после... Нет, это стегозавр. Еще один попался. Который повернутый. Я уже после натунцев во все верю на самом деле. Следующие осталось 4. Это, кстати, ну да, наверное, тоже 8. Просто замялась. Так. И попался трицератопс. Хоть бы новый. Хоть бы новый трицератопс попался. Давай, открывайся. И так. А чем они отличаются? Пока непонятно. Надо сравнивать. Мне кажется, точно такой же. Да, это точно такой же. Это повторка, к сожалению. Я пока не поняла, чем они отличаются. Они на промке очень похожи. Надеюсь, я не ошиблась. Это вроде бы одинаковые трицератопсы. Еще три шарика. Три попытки. Последний шарик у меня будет немножко разбит. Но я думаю, что игрушка все равно попадется неповрежденная. Так, это тоже повторка. Сразу вижу. Даже доставать не буду. Еще два. Нам, по-моему, кстати, двух и не хватает. Так, пожалуйста, попадись. Попадись. Так, это что? Это мозазавр. Мозазавр у нас уже оба есть. Так, коллекцию мы с вами не собрали. И остался последний разбитый чупа-чупс. Я его тоже взвесила, потому что вроде бы шоколад отсюда не выпадал. Но он у меня, наверное, в сумке помялся. Это трицератопс. Но какой? Я еще так и не поняла, чем они отличаются. Давайте сейчас посмотрим на коробки на вкладыше. На мой взгляд, точно такой же. Да вроде такой же. Значит, наверное, повторка. Ну, явно же они должны чем-то отличаться. Давайте еще раз взглянем на коробочку. И вот объясните мне, чем они отличаются. Наверное, надо смотреть на живых фотографиях, чтобы понять. Потому что по промо-фотографии вот этот вроде бы больше вверх смотрит, а этот вроде бы больше вниз смотрит, по моим ощущениям. А как это отличить в виде фигурки, я не догадываюсь. Ладно, сейчас я достану все три фигурки, посравниваю. Может быть, у меня все-таки разные. Кто нам не попался? Нам не попался второй блю, который с закрытой пастью. Эти два попались. И второй Трицератопс. Неизвестно, попался нам или нет. Все остальные у нас уже собраны. Здорово. По-моему, шикарный улов. Я довольна. А остальных уже буду искать обменом. На всякий случай, вы мне тоже напишите в комментариях, отличаются они или нет. Я смотрела-смотрела на их морды и не поняла, разные они или одинаковые. Время подводить итоги выпуска. Как вам мой сегодняшний улов? Я очень довольна. Думала, что улов будет хуже и попадется больше повторок. Поставила вам вместе с прилипалами для сравнения, чтобы вы посмотрели, какие фигурки мне попались, ну, как бы и там, и там. И какие фигурки вам больше нравятся. Все-таки из пятерочки или из чупа-чупса. Мне, как я вам уже сказала, из пятерочки нравятся только фигурки, которые с пластиковыми деталями. А вот из чупа-чупса мне нравятся те, которые с наибольшей детализацией. Такие, как Мазазавр, такие, как Стигазавр, Рекс и Блю. А, вот этот вот еще нижний. Я его точно не знаю, как зовут, который из пятерочки. Также есть оранжевый блестящий. Но если поставить все вместе, смотрится прикольно. Дочка у меня уже собирается утащить несколько повторок в качестве насадки на карандаши. Ей они понравились. И ее фаворит это Блю с открытой пастью. Но второй нам так и не попался. Пишите обязательно в комментариях, собирали ли вы эту коллекцию. Или, может быть, только планируете. Если будете ее искать, то ищите в фикс-прайсе. Там на них, по крайней мере, божеская цена. В остальных местах я видела 100+. И меня эта цена абсолютно не устраивает. Я знаю, что вышло еще несколько коллекций у Чупа-чупса. Но, во-первых, я их пока не видела в продаже. Во-вторых, я буду искать по скидке. Если вам понравился этот обзор, то, конечно же, поддерживайте меня лайками. Подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропускать. Ссылки на все мои социальные сети, как обычно, в описании. И до новых встреч. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok